Продолжение следует... На самом деле мы уже многое с Евгением Кудряшовым сказали на миллионе сердец в логике прямой трансляции. И, конечно же, хотелось бы подвести итоги непосредственно в вебинаре заключительном в этом году, потому что на самом деле за этот год произошло сверхмного событий. И кому-то, возможно, они показались какими-то, возможно, незначительными, либо наоборот в связи с большой активностью наши партнеры в принципе не заметили, как прошел год. Но на самом деле этот год был очень непростой для всего проекта, для Skyworld Community. И я признаюсь честно, что в принципе в этом году мы очень быстро выросли. И те ресурсы, те команды, которые мы обрели, конечно же, в следующем году нам их необходимо просто окупить. Потому что в некотором плане мы как Skyworld Community из-за очень быстрого масштабирования стали развиваться себе в долг. Но каждая компания когда-то инвестирует в свое развитие, претерпевая определенные преграды. И я бы не назвал это кассовым разрывом или что-то подобное. Но у нас на самом деле сейчас также преобладает на прошедших этапах недостаточное финансирование. Поэтому мы не имеем права просто как Skyworld Community что-то там отщипнуть от того, что передаем в Unitsky Stream Technologies. И естественно ужимаемся, ужимаемся как можем. Но несмотря на это, я считаю, что этот год завершился максимально хорошо в той логике, как это могло, допустим, не быть. И вначале я хотел бы остановиться на тех важных моментах, о которых мы с Евгением проговорили в меньшей степени. На самом деле по Unitsky Stream Technologies. Потому что вот эти слайды фактически, ну они были определенной такой повторительной частью каждого моего вебинара. И я действительно горжусь тем, что сделала компания Unitsky Stream Technologies за этот год. То, что были пройдены многочисленные сертификации, что компания развивалась как на флангах Республики Белоруссия, так и в Арабских Эмиратах. И везде происходило действительно признание. Сертификаты соответствия качеству, сертификации системы менеджмента были получены. Экологически необходимые сертификаты. Даже трасса в 2400 метров, которая готовится к запуску, она запущена сейчас в процесс сертификации. Все делается на упреждение. Поэтому и власти Арабских Эмиратов и Шаржи подтвердили надежность струнной трассы в Арабских Эмиратах. Поэтому и уставной капитал был увеличен. И на этом мы еще остановимся более подробно. И на самом деле это далеко не предел. И это тот базис, который Unitsky Stream Technologies заложила для действительно бурного масштабного развития уже в 2023 году. Это как строительство небоскреба. И самое главное заложить основу, заложить тот фундамент, в котором можно будет уже возводить результат. И это основа в качестве репутации. Это основа в качестве… Есть у Unitsky Stream Technologies определенный документ по поводу создания комплексной защиты вообще проекта как в технической части, так и в репутационной, так и в юридической части. Это белая книга. Даже нам, как Skywalk Community, он недоступен. То есть Unitsky Stream Technologies думали, гадали, выложить это в открытый доступ или нет. Но нет, это очень серьезный документ. И он, пожалуй, прорабатывается в первую очередь теми, кто готов уже развиваться по проектам и теми, кто готов закрыть большую часть финансирования. То есть с рядом команд такая работа сейчас ведется. Но я хотел бы наиболее действительно подробно остановиться по тем этапам, которые Unitsky Stream Technologies достигли. И давайте вот проследим буквально перед тем, как я начну говорить, как развивались процессы в шарже. И я непосредственно, когда все увидел вживую, я помню, как это было год назад, я понимаю, как это сейчас. Я понимаю, что на самом деле намеренно фотографии и отчеты делаются реже, чем это было, например, 5 лет назад на Марьиной горке в Республике Беларусь. Потому что сейчас совершенно другой этап уже у компании. И на самом деле все сейчас движется по плану установленному. И несмотря на всякие геополитические ситуации, несмотря на то, что многие поставщики обанкротились в шарже, более чем ничего не остановилось, не остановится. И я скажу, уже, наверное, никто не сможет остановить. Потому что процессы, дедлайны, они четко описаны. И трасса номер 4, она будет завершена. 25-местный подвижной состав на самом деле уже в пути в шарже. И здесь все сейчас подготовлено на то, чтобы произошли на самом деле две очень серьезные вехи. И это две вехи в разных точках земного шара на самом деле. Если говорить про Ближний Восток, то это, естественно, Арабские Эмираты шаржа. Если говорить про европейскую и евразийскую часть, то это Республика Беларусь. Потому что в Республике Беларусь также в 2023-м будет продемонстрирован первый коммерческий проект, уже по которому будут перемещаться пассажиры. И на самом деле, несмотря на то, что это, казалось бы, в Республике Беларусь, многие иностранные заказчики ожидают. Потому что стоит помнить о том, что технология все-таки, несмотря на ее перспективность, несмотря на ее необходимость применения в мире в целом, она нигде не создана. И, конечно же, все ожидают то, где будет продемонстрирована впервые данная технология. И она будет продемонстрирована. Не просто продемонстрирована, уже проект будет запущен. Ничто не сможет этому помешать. Я уже более чем уверен. Вы видите, что, казалось бы, может быть, кому-то кажется это мелочью. На самом деле, на четвертой трассе происходит уже перекладывание всех испытаний, все, что произошло, на чистовик. На чистовик, потому что цена ошибки максимально большая. И ошибок не будет допущено. Это не допустит сам генеральный конструктор, сам Анатолий Эдуардович Юницкий. И на самом деле, повторюсь, все идет по плану. И уже с двух сторон начались работы. Приведу такой небольшой символизм. 22 декабря, когда мы с Евгением вели прямую трансляцию, как раз с другой стороны трассы начались тоже очень серьезные работы. Ну и, в принципе, вы сейчас можете проследить, сколько времени займет, например, сейчас декабрь. К примеру, предположительно говоря, в марте будет завершена уже полностью установка. То есть это говорит о том, что, в принципе, при масштабировании на большей протяженности подобные сроки, уже учитывая расстояние, естественно, могут быть предполагаемыми. И за этим, конечно же, сейчас наблюдают потенциальные заказчики. То есть даже сертификация четвертого тестового трека протяженностью более 2,4 километра, 2400 метров, она начата. Потому что TWS Standardization Certification, партнер проведения сертификации, у него вопросов никаких нет. Потому что для него Unitsky Stream Technologies – это та компания, которая зарекомендовала себя и просто настал очередной этап, началась сертификация. Когда-то начнется сертификация также второй уже жесткой путевой структуры на больше пассажирпотока и вообще иное применение. И это тоже будет по этапам. То есть уже TWS Standardization Certifications не будет абсолютно спрашивать, а что у вас там, покажите нам то, покажите нам другое. Нет, абсолютно такого не будет. И далее я хотел бы уже перейти к тому, что было достигнуто Unitsky Stream Technologies непосредственно за этот год. Потому что мы остановились достаточно кратко, потому что все-таки это было событие, приуроченное нашим праздничным моментом и нашим результатом Sky World Community. Но на самом деле гигантская работа была проделана Unitsky Stream Technologies, всей группой компаний, всеми сотрудниками, как Республики Беларусь, так и в Шарже. Сейчас на самом деле стоит понимать по поводу непосредственно тестового участка, ранее это был тестовый участок. И на самом деле то, что было достигнуто Unitsky Stream Technologies по Республике Беларусь. Так, тут пропущены слайды. Нет, не пропущены, ничего не пропущено. Переходим непосредственно по этапам, то есть по международной деятельности. Я хотел бы отметить, что уже очень выборочно Unitsky Stream Technologies на вопросы я отвечу чуть попозже. Пожалуйста, их копируйте, сохраняйте. Сегодня, я думаю, в конце года отвечу на 4-5 вопросов, нетрадиционно два, как обычно бывает. В 2022 году группа компаний Unitsky приняла активное участие во многих абсолютно международных выставках, но с определенным фокусом. То есть не было никакого распыления, четко было понимание сразу, зачем принимать участие в той или иной выставке. То есть либо нужно выйти на кого-то, либо нужно установить контакт просто так, чтобы принять участие в выставке. Таких мероприятий не было. Самыми значенными для компании, естественно, стали Expo 2020 в Арабских Эмиратах, Дубае, деловые форумы в Руанде, Индонезии, Малайзии, Казахстане, России. И выставка Innotrans 2002, на которой примечательно Unibike компании был представлен RTA, то есть Министерством Дорог и Транспорта Дубая. И что показательно, это абсолютно по инициативе и за бюджет RTA, что наверняка свидетельствует об интересе к развитию технологии. Ну, естественно, все за друг другом наблюдают, и трасса Unilight, скорее всего, будет первопроходцем в плане уже первого коммерческого проекта, потому что реальные люди будут платить за проезд, это будет реально работающий уже коммерческий проект в Республике Беларусь. Я думаю, что вы понимаете, что одно дело тестовые трассы, другое дело коммерческий проект, когда большой поток людей, каждый дневный, начинает перемещаться. Совершенно другие согласования, совершенно другие разрешения и совершенно другая подготовка проекта. В рамках участия в Экспо-2020 Центр испытаний сертификации Юскай в Шарже поселила более 100 делегаций из нескольких стран. То есть это действительно гениальность и визионерство Анатолия Эдуардовича, то, что с оптимальными затратами это было достигнуто. То есть королевская семья Лисота, представители крупного бизнеса, послы различные, дипломаты, губернаторы, мэры, государственные чиновники, как из ОАЭ, как из Бразилии, Перу, Колумбии, Руанды, Индонезии, Филиппин, Индии, Казахстана, России, Беларуси и многих-многих других стран. То есть фактически одним ударом, одним выстрелом были убиты многочисленные зайцы. И помимо виртуальной выставки в виде иллюстракции, видеороликов на Экспо-2020, что обошлось бы как минимум миллионы долларов, а в условиях недостаточного финансирования в этом году это было бы существенным ударом по группе компаний. Непосредственно был организован выставочный комплекс рядом в городе Шаржи с демонстрацией реальных объектов и возможностью проезда на инновационных беспилотных рельсовых электромобилях. И все визиты, они тоже были организованы не просто так. На прошлых вебинарах я показывал специальный раздел, где показываются делегации. Хейперы могут сказать, вот привозите делегации. Нет, каждая делегация, она приезжала для того, чтобы рассмотреть уже конкретное применение и увидеть в логике реальной демонстрации струнной технологии Юницкого для применения в своей стране. И уже по ряду из них подписано соглашение на первые стадии проектных работ. Естественно, все это будет обнародовано только когда, когда заказчики это утвердят и согласятся с этим. В рамках обмена опытом с Объединенными Аравскими Эмиратами более чем 40 средних и крупных городов России посетили центр Юскай. Опять же, началась проработка еще большего количества адресных проектов в российских городах. И я понимаю всех и каждого, что хочется знать, где же адресные проекты, какие. Но с другой стороны, а что это даст помимо угроз репутацию? На самом деле. Потому что мы это проходили не раз. И это было в Индии, в Индонезии. Ну и, собственно, был только встречен различное противодействие, подготовленные статьи. Зачем это надо? Компания этим научена. Unisky Stream Technologies подписала договор с Innovative Transport System Indonesia по применению технологий на территории абсолютно всей страны. И одна из планируемых к реализации проектов – это городская трасса Unisky Stream Technologies в одном из самых перспективных городов Индонезии. Будущей столицы. Представьте, что столица вообще вот большой страны, она не просто как-то встраивается транспортная инфраструктура Unisky Stream Technologies чуть-чуть в виде отдельных проектов, а полностью город, который должен быть построен в 2045 году на 80% быть абсолютно экологичным, плюс экологичный транспорт, экологичная инфраструктура. Но этого, в принципе, не видывал давненько весь Север, чтобы целый город был реализован на основе транспорта и инфраструктуры нового поколения с нуля. Я не исключаю, что это будет город с огромнейшим потенциалом в плане недвижимости. И я не исключаю, что объекты недвижимости тоже будут созданы и сделаны с Unisky Stream Technologies, потому что транспортную инфраструктуру транспорта над землей нужно увязывать. То есть объекты недвижимости могут в себе совмещать назначения станций, например, депо коммерческих площадей, жилых площадей. И все это, конечно же, тоже потенциально, на мой взгляд, будет прорабатываться. Подробности я не знаю. Также в этом году компания начала активное сотрудничество с Сальвадором. И здесь открыто в своих социальных сетях уполномоченный президента по стратегическим проектам заявил о больших планах применения технологии Unisky Stream Technologies. Проработаны варианты маршрутов, конфигурация и применение городских комплексов Unisky Stream Technologies. И здесь планируется интеграция, в отличие от Индонезии, где будет с нуля уже внедрена потенциальная технология Unisky Stream Technologies. Здесь будет, наоборот, синергия организована. Содружество абсолютно с уже реализуемой транспортной инфраструктурой. Это, на мой взгляд, докажет, что Unisky Stream Technologies не конкурент другим технологиям. Это, наоборот, очень мощное современное дополнение, которое улучшает в целом ту инфраструктуру транспорта и логистики, если они даже устарели. По итогам международного форума в Руанде и презентации Unisky Stream Technologies инфраструктуры и мэру столицы был тоже подготовлен контракт на адресный проект. Мы неоднократно это видели в моих вебинарах, также слайд. Ну, естественно, на слайде показан один из вариантов проекта. Скорее всего, это не тот проект, естественно, который будет реализован. Но движение в этом плане абсолютно есть. Заинтересованность в проектах выразили другие африканские страны. В Нигерии мы, The National, видели тоже новости, что там какое-то количество сотен километров. Но на самом деле это игра СМИ. То есть могло быть где-то что-то услышано. Конкретику будет демонстрировать в логике уже публикации, в логике полного открытого освещения сам заказчик. Никто иной не может раньше продемонстрировать. Все иное от лукавого. И да, можно этим пользоваться, что будет реализован проект, но это не точная информация. Потому что СМИ тоже дают не точную информацию. И порой их невозможно абсолютно никак не переделать, не остановить, потому что СМИ уже вышли в эфир. И СМИ дают сами эту информацию, потому что это их рейтинги, это их публикации. Но, собственно, это определенные процессы, на которые не повлиять. Например, после встречи, переговоров с премьер-министром и королем Лесота планируется использование ЮНСК в одном из крупных городов. Я здесь сокращаю, даже убираю города. Вы можете в новостях поискать, то есть я говорю общую информацию, но на самом деле по лесоте идет абсолютная работа. Ранее король этого государства, Летси Третий, посетил центр сертификации и демонстрации ЮСКай. Мы это тоже видели. И, естественно, он не просто так приехал, а с конкретной проработкой. Поверьте мне, не всем захочется просто так ехать в Шаржу, стоять в пробках 30-40 минут. В Дубае есть чем заняться для делегаций, есть что еще посетить. И я могу сказать уже на своем опыте, неоднократно приезжая и уезжая с Шаржи, что эта делегация, значит, уже запланирована и была полная заинтересованность интересантов этой делегации в посещении ЮСКай центра. В активной стадии проработки проект по строительству городской трассы с одним из девелоперов в Арабских Эмиратах, название которого не называется из соображений конфиденциальность, но говорится, что с одним из девелоперов. Дорогие друзья, на самом деле вот эта информация, она более чем исчерпывающая по направлениям адресных проектов. Ну, на самом деле адресных коммерческих проектов прорабатываются уже десятки и десятки. И этим занят отдел Олега Зарецкого, отдел Евгения Петрова, Олег Зарецкий по всему миру, по восточной арабской части, по иностранному направлению Евгения Петров, непосредственно российское, СНГ и так далее. То есть на некоторые страны в логике геополитической ситуации, в логике сейчас пандемии и так далее, делается меньший упор, чем был. То есть компания умеет корректировать свои планы и четко это сделала. Но самое интересное, что вообще какая бы ситуация ни была в мире, транспорт и инфраструктура, быстрое перемещение грузов, пассажиров, оно будет необходимо. Я уж не буду уточнять, но даже в самых плачевных ситуациях, ну, сейчас, например, рассматривается, я вам просто скажу, чтобы было понимание, что, например, Индия наращивает усилия по реализации проектов создания сети железных дорог сейчас на границе с Китаем. Конечной целью является обеспечить ускоренную переброску людей и различных материалов, инструментов, техники на границу с Китаем, где у Индии до сих пор неразрешенные территориальные споры с Пекином. В то же время Нью-Дели налаживает сообщения с Бутаном, где у Китайской Народной Республики также имеются свои интересы. В настоящее время индийская сторона реализует важный проект по строительству трех широколинейных железнодорожных линий штата Аранучал Прадеш. Вот что происходит. Транспорт и инфраструктура также с конкретной целью используются. И я понимаю, что железные дороги и транспорт над землей – это совершенно разные скорости. Если железная дорога – это 30-40 км в час максимум, пассажиры поток ограниченный, грузы способности также ограничены, то у транспорта над землей намного более серьезное применение в совершенно различных областях. В конкретных областях я не буду упоминать на этом вебинаре. Ну то есть в любой ситуации, подытоживая, что бы ни происходило в мире, транспорт, инфраструктура, логистика всегда востребованы. Так же, как линии коммуникации, так же, как и мобильная, сотовая связь, интернет, спутники. То есть это все часть инфраструктуры. Итак, что было достигнуто еще в Unisky Stream Technologies в плане работы в Шарже? В 2022 году компания отметила 4 года с момента основания Центра испытаний и сертификации Unisky. Этого никто не скрывает. На завершающей стадии сейчас находятся работы по транспортному инфраструктурному комплексу номер 4 в Шарже, с рельсо-струнной эстакадой тяжелого типа, для движения подвижного состава весом более чем 60 тонн. Это вес тяжелого танка. Это даст возможность 25-ти местному юнибусу, способному собираться уже поезда вместимостью до 250 человек, и в перспективе контейнерным перевозкам, грузоподъемностью до 35 тонн перемещаться, юнибусу до 150 километров в час, контейнерным перевозкам до 120 километров в час. Насколько я помню, такие цифры слышал. Почему это было сделано? Потому что построенные в Беларуси более короткие тестовые трассы, они не просто были построены, они были построены исходя из финансирования, исходя из того, что необходимо было начать обкатку, испытания подвижных составов в логике черновика. Экотехнопарк в Республике Беларусь это все-таки больше черновик, чем чистовик в Шарже. И там трассы не удовлетворяли созданному высокоскоростному юнифлэшу достичь скорости даже свыше 90 километров в час, что говорить, в принципе, и про остальные подвижные составы. Ну и трассы там продерженностью до 900 метров, то есть это неизмеримо мало. И на самом деле, когда в Шарже каждый из вас будет посещать, ехать на быстрой скорости, я говорю свой опыт, когда едешь, смотришь на путевую структуру, и она все не заканчивается и не заканчивается, не заканчивается и не заканчивается, а начинается вообще на территории американского университета Шаржа. Представьте себе вообще вот поддержку правительства Шаржа, на самом деле, если бы ее не было, то где-то вообще поддель это было начато. И я помню высказывание Анатолия Эдуардовича, что ранее был генеральный план вообще, что там планировались небоскребы, высотные здания, и вот на месте девелоперских проектов уже уходящий, ну не уходящий, просто прошлой эпохи девелопинга, они были заменены, они были заменены на U-Sky Center, потому что правитель Шаржа, он желал ехать по дороге и наслаждаться. И я действительно тоже перемещался и наслаждался. Это уже все существует, и никто сейчас не сможет этот процесс остановить, потому что 25-местный подвижной состав уже на пути в Шаржу, и, собственно, окончание работы и начало уже пусконаладочных работ в Шарже тоже мало что может остановить. В конце осени было подписано соглашение об экспертизе, как я ранее сказал, строящегося в Шарже тестового участка номер 4 с независимой международной организацией ТЮВ. И специалисты уже начали работы по сертификату на упреждение, работы запараллелены. И на самом деле Unisky Stream Technologies – это одна из компаний, которая демонстрирует высочайший пилотаж управления организационной структурой. Антолий Эдуардович создал действительно как бы виртуозную схему, оркестр, который работает и играет абсолютно синхронно. По итогам проведенной экспертизы будет выдан сертификат соответствия международным стандартам безопасности, который распространится на все составляющие продукта Unisky Stream Technologies на этом транспортно-инфраструктурном комплексе. И это позволит строить, дорогие друзья, это позволит строить современные, удобные городские, междугородние грузопассажирские комплексы в самых различных регионах мира. Для этого демонстрируется эта веха. Это не просто демонстрация. Это позволит реализовывать. Это примерно как был опубликован, например, я могу с криптонаправлением сравнить, как публично был опубликован код биткоина в сети. Вот как только будет проведена экспертиза, демонстрация уже до этого будет произведена, все, можно реализовывать подобные проекты по всему миру. И множество заказчиков, десятки и десятки этого ожидают. И до этого будет продемонстрировано уже реальное коммерческое применение Unilite. Подумайте, какие вехи нас ожидают в 2023 году. И еще одно важное событие, подтвердившее высокую репутацию. Тут наше написано, это писалось все от Unisky Stream Technologies, не от SkyWall Community. У нас другая абсолютно зона ответственности, к ней я постепенно перейду. Это получение сертификата от научно-исследовательского технологического инновационного парка Шаржа со значительным увеличением оплаченного уставного капитала. То есть не просто доплачен был уставной капитал, а было получено признание, был получен сертификат и только после этого капитал был расширен. Никто просто так не мог расширить капитал. Дорогие друзья, вот даже останавливаясь на этом, поставьте от 1 до 10. Как вам ожидания вообще в 2023 году? Я бы сказал вообще вот до весны, до весны, до определенных месяцов. Я не буду говорить сейчас конкретику, но это просто, это просто вообще вот. Мы этого ждали, мы этого ждали более 7 лет. И я предчувствую, что те действительно контракты, которые с крупными инвесторами прорабатываются, они тоже могут очень серьезно подвинуться. И это говорит о том, что и мы, как SkyWall Community, обязаны просто действовать по новым стандартам. Но к этому я перейду чуть попозже. Итак, что было достигнуто Unisky Stream Technologies работы в Шарже? Это уже более расширено. Тестовый участок номер один. Мы все видели, многие из вас уже даже проехались. Тестовый участок в 2021 году был сдан в опытную эксплуатацию. Вся запланированная инфраструктура объекта выполнена в полном объеме. Многие не верили, было сделано. Завершен монтаж с РК 6 промежуточных опор. Кстати, отмечаю, если по тестовому участку номер один, в чем там нюанс? Вот то, что трасса 900 метров, нельзя разогнаться до скорости 150 км в час. Но как только на трассе номер 4 будет продемонстрирована заявленная техническая характеристика, скоростная характеристика, все это будет применимо, естественно, и на тестовый участок номер один, потому что он уже что сертифицирован так же. Тестовый участок номер два. Жесткая струнно-ферменная эстакада. Это уже другой вид рельсы струнной эстакады. И завершен монтаж с РК 6 промежуточных опор. Шаг опор 48 метров. Завершены общестроительные работы на анкерных опорах. Идут отделочные работы. Заложены фундаменты, нижний уровень бетонных стен, второй анкерные опоры. Продолжаются общестроительные работы. Идут подготовительные работы. Подключение запланировано на первый квартал 2023 года. Я так к вопросу, а почему струнная путевая структура еще не была натянута? Потому что все идет по плану. Если подключение планируется на первый квартал 2023 года, то к этой дате будет организована полностью монтаж путевой структуры. И никак иначе, никак по-другому. Абсолютно. Итак, если говорить про тестовый участок номер 4, это уже полужесткая рельсострунная эстакада, то завершен монтаж 8 промежуточных опор. Шаг опор 144 метров и 288 метров. Кстати, тестовый участок номер 2, он, естественно, по монтажу путевой структуры будет позже, после тестового участка номер 4. Здесь уже шаг опор 144 метра и 288 метров. Завершены общестроительные работы, инженерные сети полностью смонтированы. На анкерных опорах завершены монтажные работы. На ноябре 2022 года реализовано 50% объема необходимых работ по монтажу рельсострунной путевой структуры. Для осуществления и завершения монтажа рельсо-путевой структуры изготовлена и закуплена вся необходимая оснастка и средства технологического обеспечения. Я не буду дальше читать. Здесь написано, что планируемая дата отправки в Арабские Эмираты 14 декабря. Это уже, дорогие друзья, свершилось. И ничто не может этому помешать. И в феврале, марте запланировано уже прибытие электромобиля в Арабские Эмираты. То есть тут зависит от логистики, тут зависит от ситуации в мире. Но все уже в пути. И последующее его размещение на смонтированной полностью путевой структуре. Ввод в эксплуатацию тестового участка номер 4 запланирован, ориентировочно в марте 2023 года. То есть до конца марта это произойдет. Будем считать так. По факту завершения пусконаладочных работ путевой структуры Юнибуса Ю4-212-01 это произойдет. Итак, что было достигнуто в Беларуси? Это тоже очень важная века, потому что одно от другого зависит и пляшет. На самом деле, какой будет вопрос основной? И опять же, это бизионерство, это стратегическое мышление, видение Антолия Эдуардовича Юницкого. Потому что такие вопросы были заданы неоднократно. Хорошо, вы продемонстрировали скорость 150 км в час, а первый коммерческий проект у вас где реализован? И представьте, что будут просто отвечены оба вопроса. Коммерческий проект, пожалуйста, реализован в Республике Беларусь. То есть приезжайте, смотрите, либо можем отправить, например, ну я сейчас фантазирую, то есть я точно не знаю, например, отчет системы логистики, системы диспетчеризации, то есть какой поток там и так далее. То есть это наверняка тоже все автоматизировано и все эти данные можно вытащить. В 2022 году в Республике Беларусь был спроектирован и изготовлен на собственном производстве флагман городских перевозок 25-местный пассажирский юнибус. И близится к завершению изготовления юникон для перевозки 20-40-60-футовых морских контейнеров массой до 35 тонн. По контейнерам, на минуточку я напомню, что вообще никогда такого в мире никто даже в предположении не делал. То есть это просто ноу-хау на ноу-хау. Там нужно все предусмотреть, нужно все испытать, просчитать. Поэтому только когда полностью будут завершены все необходимые проверки, контейнер будет финализирован и отправлен также в шаржу. И контейнеровозы не имеют аналогов, повторюсь, в мире опережают конкурентов минимум на 15 лет. На 15 лет, представьте, вот опережать рынок любой на 15 лет. Если уж говорить про транспорт и инфраструктуру, где рынок вообще на много очень средств, может быть триллионы долларов, то это очень хорошее подспорье. В Беларуси завершается строительство легкого транспортно-инфраструктурного комплекса. Юнилайт – это многообещающая разработка компании первого коммерческого проекта. Весной здесь поедут первые пассажиры. Первые пассажиры не в логике демонстрации, а в логике уже перемещения в постоянном режиме пассажиров. И без каких-либо делегаций. Любой желающий, кто приезжает на территорию акварели, будет перемещаться, на самом деле, потому что это комфортно. Это комфортнее, чем использовать велосипед, либо самокат, либо какую-то электромашину, которая перемещается на первом уровне. Это и красиво переместиться на втором уровне. Я думаю, что это создаст дополнительный туристический потенциал также Мариной Горки в целом. Но к чему, в принципе, и стремится Анатолий Эдуардович, чтобы улица Зорный Шлях действительно стала греметь уже на более серьезных уровнях в плане туристического интереса и научного интереса. Описание основные моменты прогресса строительства. Эстакада позволяет организовывать движение тяжелых юнимобилей массой свыше 30 тонн. То есть это можно преодолевать с помощью подобной пультевой структуры. И она вот действительно, она супер тонкая. То есть вот примерно такая, если смотреть наверх, то вообще ее не заметишь. Это действительно небесная дорога, которая растворяется в воздухе при нашем взгляде. Здесь она располагается далеко от нас, высоко. Можно будет преодолевать водные преграды, ущелья, гор, прокладывать дороги над объектами транспортной, производственной, жилой и энергетической инфраструктуры. Характеристики, кому необходимо, можете заскринить, сфотографировать. Но это тоже будет запущено уже, я думаю, что мало что может в мире остановить этот процесс. Я не буду говорить стопроцентно, опять могут привязаться, потому что мир абсолютно сейчас непредсказуем. И в условиях подобной непредсказуемости развивается и движется мировой проект, действительно, с огромным мировым потенциалом. Как Unisky Stream Technologies, так и мы, как социальная, финансовая, венчерная экосистема, тоже развиваемся. Несмотря на хейт, несмотря на атаки. Статус реализации проекта. В настоящий момент работы по проекту Unilight находятся в стадии завершения. Заканчивается монтаж путевой структуры и струнные рельсы, установленные сейчас в правоохранном положении. Начата плановая работа с государственными органами по вопросам подготовки объекта Unilight к сдаче и вводу в эксплуатацию в первом квартале 2021-2023 года. То есть это не просто так запустил трассу на территории экотехнопарка. Нет, тут здесь уже проработка с государственными органами. И тоже это будет нюанс, когда трасса будет запущена, значит, государственные органы поддерживают. В модельном ряду Unitsky String Technologies Unilight – это один из самых легких юнимобилей. На его сборку требуется минимальный затрат. Рынок, дорогие друзья, поэтому тоже достаточно большой. И даже те потенциальные заказчики, с которыми я общался, взаимодействовал по ряду африканских стран, они очень заинтересованы. Но при этом Unilight – это современный, полноценный, беспилотный электромобиль на стальных колесах с автоматизированной системой управления. Эффективный, экономичный, экологичный, безопасный и простой в эксплуатации. Если говорить также про остальные направления, научная деятельность, она постоянно ведется. И тоже один из первостепенных слайдов было то, что Unitsky String Technologies получила статус научной организации. Компания прошла аккредитацию в Национальной академии наук Беларуси и в Государственном комитете по науке и технологиям. Специалисты государственных органов и организаций приняли решение по аккредитации Unitsky String Technologies Incorporated на основе оценки 7-летних результатов научно-технической деятельности представленных компаниями. Коммерческие организации в Беларуси не получали на минуточку этот статус с апреля 2019 года. К слову, Unitsky String Technologies стала 9-й частной компанией в Республике Беларусь, которая имеет статус научной организации. Это свидетельство подтверждения компетентности и значимости проводимой научной деятельности. То есть на самом деле это признание на всех уровнях. В компании были зарегистрированы более 16 ноу-хау, получили более 10 патентов и опубликовали более 20 научных работ и монографий. В том числе ведется сейчас сотрудничество с белорусскими, российскими технологическими университетами в научно-исследовательской сфере, а также по подготовке инженерных кадров. Ну и не забываем про Шаржу. Там тоже ведется постоянный поиск кадров и их подготовка уже в рамках международной работы. В этом году головная инжиниринговая компания Unitsky String Technologies действительно совершила очень серьезный прорыв в научной деятельности. И еще одним важным событием было проведение пятой международной научно-технической конференции безракетной индустриализации ближнего космоса. Я хотел бы отметить, в условиях нестабильной геополитики, в условиях нестабильного мира затрагиваются идеи, концепции развития и выноса вообще промышленности в ближний космос, колонизации ближнего космоса. И на самом деле это показывает тоже абсолютную смелость деятельности Анатолия Эдуардовича Юницкого. И рядом организаций международных была поддержана эта активность. На самом деле в логике геополитики мог и никто не принимать участие и сказать, что с белорусской компанией не будем сотрудничать. Нет, эта тема интересная, эта тема значит будет развиваться. То есть Центр международного промышленного сотрудничества ЮНИДО, также Американский университет в Шарже, также совместная декларация о сотрудничестве с Центром международного промышленного сотрудничества и соглашение о намерениях Санкт-Петербургской научной организации, но и международные организации также были представлены. Но вживую, конечно, никто не приехал, тут никто не будет выстраивать какие-то предположения. И тут самый главный момент. Готовы ли мы, как Skyworld Community, для обеспечения еще больших результатов и эффективного привлечения инвестиций в 2023 году? Поставьте от одного до десяти, как вам вообще мероприятие, которое прошло в логике миллиона сердец. На самом деле это наш апогей события. Очень серьезно все было подготовлено за кулисами, за кадром. Для нас с Евгением это был незабываемый опыт первой трансляции вживую. Мы вещали вживую, это не была запись, был выставлен свет. Все это происходило в шарже, все это происходило непосредственно в станции возле подвижного состава. Это говорит об уровне доверия Unit Skystream Technologies к Skyworld Community. Вообще как к партнеру в организации материальной поддержки проекта. И мы действительно готовы совершить скачок, совершить огромный взлет в 2023 году, потому что мы сейчас позиционируемся как открытая международная венчурная экосистема, стремящаяся стать к слову мировой. И у нас сложились три основных направления этой экосистемы. Это направление образовательное, система обучения и адаптации. Кто-то не верил, может быть, кто-то думал, что вот какое-то обучение создают. Нет, мы создаем действительно в хорошем плане конвейер. В хорошем плане тренировочный лагерь. В хорошем плане университет мы будем выявлять и уже выявляем лучших студентов. И лучших студентов мы будем забирать, трудоустраивать, как это делают современные компании. Мы продемонстрировали огромные результаты в финтех направлении. То есть это IT-платформа, финансовая, юридическая схема. Мы продемонстрировали огромные результаты в трансформации сообщества. Это было сложно. Это фактически был такой лежачий камень, которого можно было сдвинуть только вместе нам с вами сообща. И огромная благодарность, низкий вам поклон, дорогие друзья, партнеры, кто присоединился в качестве ролей в наше уже социальное направление. И вы видите, насколько много ролей действительно сейчас у нас новых появляется. По поводу роста сообщества я могу сказать, мы, знаете, вот так вот как будто побежали и замерли. Замерли, потому что всего из количества людей, более 600 тысяч людей, нам присоединились, зарегистрировались чуть более 45 тысяч людей. Для меня это замерли. Но на самом деле замерли на время, чуть-чуть пробежали, замерли, но не просто остались стоять на месте. То есть мы продемонстрировали, мы обкатывали систему лидогенерации. Пусть кто хочет, что говорит об лидоколе, об генерации лидов. Но эта система окупает себя фактически в два раза стабильно уже более четырех месяцев. Мы активно следим, все заполняют отчеты. И уже многие желают участвовать в этой системе за деньги. Каким образом? Таким образом, что компания упаковывает рекламные компании в интернет и заключает контракт сотрудничества с тем или иным лидером. Он выстраивает за счет этой рекламы сообщество внутри себя, внутри именно своих интересов. И кому интересно это направление, на самом деле ряд этого уже стоит в очереди. То есть примерно 10 партнеров ожидают своей очереди. Мы сейчас продумываем систему, чтобы без участия человеческого фактора можно было контролировать этот процесс. Чтобы финотдел не участвовал лично в снятии инвестиций. Чтобы все происходило автоматизированно. Потому что мы, как венчурная экосистема, планируем стать автоматизированной системой, экосистемой, работающей на основе алгоритма искусственного интеллекта. И, кстати, SkyExpert у нас появился. Наш очень мощный вьетнамский лидер, который действительно является примером для многих. Мы перезапустили сообщество SkyWorld Community, действительно сформировали смысловую нейронную сеть донесения информации. Ранее вы слышали, кстати, и про то, что будут заказывать услуги лиды генерации, вы слышали от меня. Это было таким предположением, визионерсом, видением. Но все, что я говорю публично, значит, я в голове это уже просчитал. Значит, уже программа реализации запущена и это будет реализовано. И также в Турции еще я говорил, что мы сформируем смысловую нейронную сеть донесения информации. Что чаты комьюнити менеджмента будут сформированы. Они сделаны. Наше сообщество действительно сейчас стало абсолютно энергичным, живым, проактивным. И не просто бездушной, бездумной базой людей, которые… Вот кто из прошлой базы людей хотел достучаться как-то, проявлять активность, но это очень сложно было сделать и я абсолютно понимаю. Потому что мне в 2015 году, ну, наверное, там сквозь сотни стен пришлось пробиться, чтобы хотя бы как-то донести свою проактивную позицию. Открыты официальные чаты в абсолютно разных странах. И в 2023 году это продолжится. Итак, что еще было сделано? Общее количество участников чата более 8000 участников. И мы будем открывать… Это не просто чаты, это чаты с продуманным комьюнити менеджментом, вовлекающим комьюнити менеджментом. Это не мертвый чат, он будет постоянно жить, он будет постоянно подпитываться новой информацией, новыми челленджами, новыми какими-то конкурсами внутренне, внутри страны, а потом внутри городов. Чтобы каждому было интересно жить внутри сообщества SkyWorld Community. Были запущены региональные сети Instagram, Facebook в отдельных странах. Этого тоже у нас никогда не было. Как раз таки вот этот спрут сообщества SkyWorld Community таким образом в положительном плане распределяется по всему миру. Всего на сегодняшний день у нас более 80 тысяч подписчиков по всем социальным сетям SkyWorld Community. Неплохая конверсия на самом деле из шести сотен тысяч людей. И теперь мы продолжим только увеличивать это количество. Но я дополню, что с помощью платформы системы адаптации обучения мы будем встраивать в процесс обучения, что человек так или иначе присоединяется к социальным сетям. Это будет часть вообще обучающего процесса, часть задания определенного, без которого человек не продвинется. Более того, каждый участник может обрести интересную важную роль для себя. Кто-то стал уже комьюнити менеджером. И это трудоустройство. Это дополнительный фонд оплаты труда у компании. Кто-то стал наставником системы адаптации обучения. Кто-то транссеттером. И напишите, пожалуйста, плюсы в YouTube, либо здесь в чате, кто участвовал в бустере. Напишите ваши эмоции. Вот вы участвовали в бустере. Я наблюдал специально сам за людьми. И я сейчас сам хочу посмотреть, что там происходило. Потому что настолько круто ведут социальные сети лучшие студенты, что они как будто прошли тренинг у достаточно мощного специалиста по упаковке социальных сетей. Люди с самого нуля начали показывать отличные результаты. Мы запустили систему адаптации обучения. Более 20 спикеров, 8 методологов, 2 проектных менеджера, более 20 курсов разработки, более 20 мероприятий за полгода. И 160 учеников первых русскоговорящих получили доступ к нашей платформе в системе адаптации обучения. Я буду отучаться от слова «платформа», потому что это все-таки направление. Все, что касается SkyWorld Community, мы как один большой живой организм. Мы экосистема. Мы бирюзовая организация. Мы современные, не забюрократизированные. Я надеюсь, что никогда не забюрократизируемся организация, которая очень живо, активно и быстро развивается. За 2022 год было организовано, проведено более 200 мероприятий в онлайн и офлайн форматах. Это различные марафоны в привязке к отдельным языковым группам, welcome-дни, новые концепции вообще мероприятий. Апогеем, конечно, было мероприятие «Миллион сердец» и до этого «Неконфа», которые тоже в лучших стандартах инфобизнеса. Я бы не побоялся этого слова. Мы действительно уже наступаем на пятки инфобизнесу. Не будем развиваться по нему в русскоговорящем пространстве. Но есть определенная стратегия развития системы адаптации обучения на внешний рынок. Испаноговорящий, вьетнамоговорящий, киргизоговорящий, франкоговорящий, анклоговорящий. Для вас будет представлен дополнительный продукт, который вы в качестве ценности сможете демонстрировать. Лучшие из лучших победили в качестве награды, получили за свои достижения возможность совместно путешествовать. В различных странах побывали. В 2023-м, конечно же, это продолжится. И уже выстраивается графика и онлайн-активность, общий календарь на 2023 год. Но все будет взаимосвязано. Ничего не будет сделано спонтанно. Все действует в рамках мощной организационной структуры. Наконец-то мы, как SkyWorld Community, завершили первый этап формирования новой организационной структуры в виде семи крупных отделений, многочисленных отделов, секторов, секций. В SkyWorld Community сейчас более 100 сотрудников, которые поддерживают деятельность этой мощной венчурной экосистемы. И впервые за более чем 7 лет было сформировано позиционирование компании и продумана мета-стратегия развития на международном рынке. Поэтому в 2023 году вы увидите совершенно новый сайт, с помощью которого вы сможете, не объясняя человеку, просто давая ссылку на наш сайт, человек поймет, что это действительно международная венчурная социальная финансовая экосистема. И это не просто финансирование отдельной технологии, это компания со своей стратегией, со своим развитием. И это компания, которой не стыдно присоединиться, а наоборот гордость будет распирать. Ну и в качестве промежуточных результатов вы видели новый брендинг, логотип. Это постоянно развивающийся процесс. И это постоянно будет улучшаться. Итак, что было достигнуто, понятно, но сейчас наша общая задача в виде планов стоит в значительном увеличении эффективности работы компании. Да, сейчас происходят различные переговоры с крупными потенциальными инвесторами. Может быть так случится, что они закроют, а может быть и не закроют. Мы не имеем права отступать и мы не имеем права снижать потоки инвестиций на тех завершающих стадиях, в которых сейчас нуждается Unisky Stream Technologies. Поэтому мы лично, как представители правления с Евгением, взяли ответственность. Я здесь познакомился по воле судьбы с очень интересными, мощными консалтинговыми, международными, мировыми, я бы сказал, организациями, которые учили тех, у кого мы учились в рамках формирования первой версии организационной структуры. Теперь они нас будут учить, те, которые учили наших учителей. Представьте, насколько складывается вообще цепь событий и насколько все взаимосвязано. Да, я могу признаться, что эти три месяца для меня такие непростые, но я вижу в этом свой путь, я вижу в этом часть своей миссии, как я, как сооснователь, представитель управления SkyWorld Community двигаюсь и выполняю часть своих задач, которые сам для себя я поставил. И много очень контактов появилось действительно для улучшения нашей работы. Мы еще больше будем оцифровываться. У нас есть четкое понимание, вплоть до месяцов, сколько нам необходимо привлекать инвестиций. И минимум, естественно, мы будем стремиться к максимуму, еще больше, чем максимуму. И мы не имеем права снизиться ниже этой планки. Поэтому на каждое отделение, на каждое отделение, на каждый сектор, секцию будет распределено вот этот большой показатель. У каждого будут свои стоять показатели. У дизайнеров, значит, сколько нужно сделать картинок, у отдела понимания, сколько материалов по пониманию. Это будет все складываться, сколько маркетингу нужно привлечь нового трафика людей, потенциально заинтересованных партнеров, для того, чтобы у нас было увеличение сообщества не на 50 тысяч, а на 600 тысяч минимум в следующем году. Такие цели мы перед собой ставим. Потому что на самом деле все основы и весь фундамент был заложен. И мы будем консультироваться у лучших из лучших в мире для реализации наших основных бизнес-целей, улучшения всех бизнес-процессов сверху, снизу. Начиная с представителей правления и заканчивая даже человеком, который технически работник. И, ну, например, сейчас вот у нас не закрытый технический момент, чтобы, ну, элементарно, вот я сам загружаю презентацию. Пока что не могу никому это доверить, чтобы никто не накосячил. У нас будут созданы регламенты для того, чтобы мне уже заходить на вебинарную комнату с загруженными презентациями. Все по часам будет, по минутам, как у современных корпораций. По-другому и не вырасти, дорогие друзья, по-другому не смасштабироваться. Итак, по планам 2023 года. Я вам скажу часть. В 2023 году мы обязательно запустим английскую. А запускаем. Давайте будем говорить настоящим. Потому что это уже свершилось. Это продуманная программа. И здесь часть программ действительно продемонстрированная, которые уже расписаны по отделам и уже в процессе. Запускает английскую, французскую, испанскую, вьетнамскую, киргизскую версии системы адаптации обучения. Также будет запущено отдельное собственное IT-приложение. Я думаю, что вьетнамцы, французы, вьетнамцы, испанцы, киргизы будут уже на собственном приложении работать без вот этих сложностей с автовеб-офисом. Ну, нам нужно с чего-то начинать. Запомните одно, дорогие наши партнеры, дорогие единомышленники, сподвижники. Путь SkyWall community таков. Вначале мы просто как брошенные котята в любые направления, причем в ледяную воду, нас бросают. Мы не умеем плавать. Мы начинаем выплывать, мяучим, озябши. Выходим. Я вам привожу аллегорию нашего развития в любом направлении. Выходим на берег. Начинаем в рамках там прожить просто, в логике прожить. И побираться какими-то объектами в данном случае. Это информация, это участие на различных там курсах, в буткемпах. То есть уцепляться, уцепляться. Как можно развить это направление? Вот я, например, так делал. Таким образом мы участвовали в буткемпе методологии. В community university мы стали участвовать для того, чтобы зацепить необходимых специалистов, замотивировать их с нами сотрудничать. И далее мы как котята уже начинаем расти, развиваться. Я привожу аллегорию с нашими направлениями. Любым направлением. Будь то это крипто направление, будь то это построение сообщества. Любое. Нам другого не дано. Нам действительно какая-то невидимая рука сверху ведет, потому что мы финансируем вероятную технологию, которая изменит вообще развитие человечества. На сотни миллионов людей эта технология может повлиять на жизни, на качество перемещения и качество жизнедеятельности в целом. И далее мы становимся уже постепенно котятами с когтями, можем как бы и царапнуть. Мы понимаем, что мы уже имеем вес, но в конце концов мы станем тиграми и львами в любом направлении. Это уже не первое направление, которое мы запускаем. И мы это делаем все внутри экосистемы. Если мы стремимся куда-то, например, выйти, мы будем готовить отдельный бизнес-план, финансовую модель. Мы понимаем, что нужно будет несколько по-другому подготовиться, потому что там уже будет не дворовой чемпионат, а чемпионат международный, либо там чемпионат области. Мы это четко понимаем. Но в первую очередь мы изнутри экосистемы растем. Поймите то, что мы готовим ту экосистему, чтобы человеку было максимально комфортно развиваться внутри, чтобы ему не нужно было уходить куда-то учиться, чтобы он приглашал других своих знакомых, участников, даже не для финансирования продукта, даже пускай не понимает в начале, а просто для повышения своего уровня знаний, осознанности, для повышения уровня профессионализма в этом изменяющемся мире, когда образование становится все дороже и дороже. Но это не про обучающие курсы, это именно про систему. Про систему, чтобы человек снизу поднялся до высших результатов. Раньше у нас были таких десятки, с помощью этой системы мы собираемся сделать тысячи таких людей. И многие среди вас такими станут. Многие станут лучше тех, которые сейчас имеются у нас. Запускает проект Skywalk Community в 2023-м, проект приемный, в виде отдельного IT-решения. Это тоже уже проработки, ничто это не остановит для максимальной взаимосвязи и обратной связи с нашими дорогими участниками сообщества. Создает и внедряет умного сервисного чат-бота, который позволит еще больше экономить ваше время и сосредотачиваться на стратегических решениях. Телеграм сейчас активно развивается. Телеграм Open Network на блокчейн тоже развивается. Возможно, мы в крипто направлении. Пока я не буду говорить конкретику, но тоже уже продумывается. Будем синхронизироваться. Поэтому в Телеграме мы сделали наупреждение заранее умного сервисного чат-бота. Сделали техническое задание, по которому сейчас делается сервисный чат-бот. На всех языках он значительно многим позволит экономить свое время. Вы просто будете говорить, зайди, пожалуйста, в чат-бот наш и прочитай эту информацию. Вот это все там есть. Это единая база знаний, она будет постоянно адаптироваться, постоянно улучшаться. Уврачняет логики приобретения компетенции штата отделения работы с публикой. И отстаивание чести, доброго имени и репутации Skyworld во всем мире. Мы хотим, чтобы вы были максимально защищены, максимально чувствовали безопасность. Это же никому не мудрено, когда ты начинаешь уже становиться выскочкой таким и начинаешь мощно развиваться в той или иной стране. Начинаются нападки, начинаются юридические всякие вопросы, начинается хейтинг, начинаются действительно репутационные атаки. И мы к отпору готовы. У нас создан отдел мониторинга. И на самом деле сейчас с рядом стран мы вплотную работаем для того, чтобы решить как проблемы отдельных лидерских сообществ, так и вообще кардинально изменить систему финансирования, удобство финансирования, безопасность финансирования именно среди ментального, внутреннего ощущения наших партнеров в двух больших странах. И мы не позволим никому говорить плохо о нашей компании, вплоть до, если потребуется каких-то судебных разбирателей. Потому что те вехи, которые были продемонстрированы по Unitsky Stream Technologies, ну покажите мне стартап, который мог достичь и смог вообще достичь Hyperloop, сомневаюсь. Также расширяет новые необходимые роли в сообществе, например, менторы, мастера мастер-майнд-сессии, взращивайте роли из лучших из сообщества. Пока что мы двигались в рамках того, что мы привлекали в наших внешних тренеров. У меня была в голове логика развития, что мы будем выстраивать пласты системы адаптации обучения и будем определять, какие же компетенции требуются, например, нашим консультантам, нашим лидерам, нашим мастерам, нашим экспертам, топ-экспертам. Это не просто партнерские статусы уже, это на самом деле определенные слои нашего сообщества, социальные слои нашего сообщества, кастовость, если так хотите. Но мы не пришли к выводу, конкретные какие компетенции, действительно, проведя уже много опросов нашей аудитории, какие конкретные компетенции, например, нужно улучшить лидеру, чтобы стать топ-экспертом, либо экспертом как минимум. Здесь, скорее всего, будет работать менторинг. И мы продумаем систему мотивации, чтобы и менторы были заинтересованы, чтобы была материальная мотивация, нематериальная мотивация. И согласитесь, очень хорошая стратегия формировать более мощное окружение. Это всегда работает в любой области жизни. То есть ты, если на социальном слое находишься внутри сообщества SkyWorld Community в логике консультанта экосистемы SkyWorld Community, то, конечно же, тебе будет полезно и результативно общаться с тем, кто достиг уже статуса лидер, мастер. И они могут тебя научить, потому что они это сделали уже. И, конечно же, мы будем брать тех, кто недавно достиг. Потому что если вы сейчас спросите меня, Алексей, как я могу достичь статуса SkyExpert, я вам скажу, я, извините, не помню. То есть я могу сказать методологию, допустим, реализации стратегий, которые я недавно реализовал. Но человеческий мозг имеет свойство действительно перезаписывать ограниченность ресурса памяти. Поэтому мы будем брать именно тех, кто прошел и достиг этого результата, связываться и мотивировать, я думаю, систему взаимопомощи, взаимороста. Мы в 2023 году еще больше сформируем. Но мастера мастер-майн-сессий можно брать легко взять на самом деле какого-то внешнего мастера проведения сессий подобных, распределять десятки, люди растут. Но нюанс, эти все ребята профессионалы в своей области, но не профессионалы в нашем продукте. Для того, чтобы адаптироваться, нам проще вырастить изнутри сообщества вот этих мастеров и чтобы действительно они были флагманами. Потому что многие сейчас тренера, я вижу это неоднократно, начинают постить в своих социальных сетях, вот я сотрудничаю с вьетнамским рынком, вот я сотрудничаю с испанским рынком, смогли бы они сотрудничать с этими международными рынками, если бы не сотрудничать со Sky World Community. Абсолютно сомневаюсь. Мы являемся мостом развития для экспертов и в 2023 году внешние эксперты будут приходить к нам, потому что они могут получить большее влияние на международный рынок. А мы будем закрывать свои потребности в рамках сообщества Sky World Community. На мой взгляд, эта логика абсолютно выиграл. Что скажете от 1 до 10, поставьте в чате. Также мы создаем систему премиального клуба Sky World Community. Это мы долго вынашиваем и на самом деле время настало. Потому что не буду говорить нюансы, просто потому. Потому что многое вы узнаете, какие особенности будут в этом премиальном клубе и насколько будет хотеться попасть туда. Это не какой-то там отдельный вип-клуб. Нужно будет кое-что достигнуть. И внутри этого клуба вы будете много что получать. И это не про материальные вещи. Это про комфорт, это про различные услуги, про различные опции, которые вам недоступны даже в реальной жизни. Седьмое. Преобразуем и реформируем лучший вид работы с региональными кураторами, амбассадорами, участниками сообщества в высших статусах, взаимодействия с ними. Мы четко анализируем, мы держим на пульсе руку взлета и падения инвестиций. Мы знаем, как каждый региональный куратор сработал. Региональный куратор – это не будет какая-то вечная должность. Мы сделаем так, что на должность, роль регионального куратора будет выстраиваться очередь. Потому что это действительно тот человек, от которого зависит развитие страны по логике Skywall Community на данный момент финансирования Unisky Stream Technologies. Мы не можем допустить, чтобы неправильный человек там находился. Поэтому здесь логика про активность. Есть три принципа, которые я всегда говорю своим сотрудникам в своем отделении. Будьте открыты, честны к компании. Поддерживайте душой, сердцем, идеологию. Относитесь экологично к сотрудникам и действуйте профессионально, проактивно. Проявляйте инициативу. Это же, в принципе, относится и к региональным кураторам. Не получится в 2023 году сидеть просто и ничего не делать. Я приведу здесь пример слов Евгения Кудряшова, генерального директора Skywall Community. Меня эта фраза зацепила. Это относится ко всем, кто имеет какие-то весомые роли. Потому что, имея роли, имея должности, мы выполняем каждую свою зону ответственности. Мы все варимся в кипятке. Сейчас, пока не наступила коммерциализация технологий, мы все варимся в кипятке. И кипяток – это наша система. Это экосистема, венчурная экосистема Skywall Community. И, конечно же, варясь в кипятке, минимально может свариться с меньшей вероятностью тот, кто находится на поверхности. Соответственно, нужно болтать ногами, нужно всегда быть активным. И тот, кто перестанет быть активным, он сварится, он вылетит из этой системы, потому что он пассивно проявляет свой труд. Ну, представьте, что вот там элементарная роль, одна из ролей моя – ведение вебинара, спикер. И я подумал, да вот мы с Евгением провели уже, там прямая трансляция была, зачем я буду проводить вебинар? Мне хочется вас зарядить на конец года и передать то, что я чувствую, то, что я осознал в логике своего авторского вебинара. Поэтому 28-го числа я провожу этот вебинар. И далее, в следующем году, даже когда мы будем без пяти минут, к примеру, от закрытия больших привлеченных инвестиций, я все равно продолжу исполнять эту роль. Я не прекращу реализовывать в голове новые стратегии. Даже уже те стратегии, которые не упомянуты в планах, они уже придуманы и обсуждаются с головной компанией. И мне хотелось бы, чтобы все действовали в первую очередь как Евгений Кудряшов. Мы действовали как пример того, действительно, энергайзеры. Мы, невзирая на здоровье, невзирая на какие-то, может быть, отдаленность от семьи, продолжаем нести знамя своей миссии. Если у вас какая-то роль в SkyWorld Community, примите, пожалуйста, осознайте это как миссию. Если не будете двигаться активно, значит, это знамя возьмет кто-то другой. Так будет в 2023 году. Останутся внутри системы только самые эффективные, только самые идейные, только самые результативные. От 1 до 10, как вам эта стратегия? Если не согласны, 0. Восьмое. Мы движемся в векторе развития глобальной венчурной экосистемы в логике позиционирования, улучшая систему работы алгоритмов внутри всех технических решений SkyWorld Community. Статистик, показатель отслеживания поведения и настроения всех участников сообщества для предоставления еще более лучшего сервиса. У нас сейчас, дорогие друзья, действует система сквозной аналитики. Вы этого не замечаете, но четко есть понимание, что можно улучшить, даже вплоть до какой-то минимальной кнопочки в личном кабинете, чтобы вам стало наиболее просто работать. Я на пальцах просто вот так вот объясняю. И мы уже действуем в рамках больших данных. То есть большие массивные данные анализируются, и мы рождаем стратегии, например, вот каким образом была рождена стратегия, которая уже реализовалась вот этих челленджей. Это не просто так маркетинговые мероприятия, это просчитанные с финансовой моделью, проанализированные большие проекты внутри отдела новых проектов SkyWorld Community. Это может просто так кажется, вот придумали какие-то там поездки. Нет, дорогие друзья, там настолько все просчитано, настолько все смоделировано. И так будет в каждом направлении программы стратегии. Если кто-то взял на себя программу стратегии, является координатором, координируй. Если ты являешься руководителем, руководи этим процессом, делай так, чтобы он был доведен до завершения. Мы начинаем токенизацию экосистемы SkyWorld Community. Я вам могу сказать, что уже продуманы, подбираются команды для совершенно новых финансовых инструментов привлечения инвестиций даже на стадии предпроектных исследований, даже на стадии проектных исследований от нас, как от SkyWorld Community, от сообщества. Именно это даст огромный рост развития, потому что мы родим рынок, как, ну, не побоюсь слова, ICO, IDO были в крипто направлении, потому что предпроектные исследования – это вечерная рисковая стадия. Но кто рискнул, может стать совладельцем проекта на очень выгодных условиях. А может и не стать совладельцем, если проект не получит одобрение, например, на государственном уровне. И все это в логике юридической, финансовой схемы мы будем упаковывать в рамках единой системы. Деталей я сейчас не буду говорить. И позвольте мне в 2023 году говорить именно о тех программах, которые уже реализуются. Планы мы вам очень крупными мазками набросали, и я думаю, что этого будет достаточно. Мы учимся у Unisky Stream Technologies не рассказывать ту информацию, которая не закончена. Но токенизация экосистемы SkyWorld Community начнется даже в системе адаптации обучения. И вы это увидите. Мы как сообщество SkyWorld Community наблюдаем за ходом реализации проектов Unisky Stream Technologies, а также при необходимости запускаем и другие технологии к реализации, если на то скажет и даст согласие Анатолий Эдуардович Юницкий. А также передаем отобранные потенциальные коммерческие проекты для дальнейшей проработки Unisky Stream Technologies. В этом случае работают регламенты и бизнес-процессы отдела подготовки потенциальных коммерческих проектов от SkyWorld Community для передачи Unisky Stream Technologies. В этом году этот процесс начался уже с новой силы, и в следующем году он будет оцифрован. У этого отдела тоже будут свои показатели. Если он не следует своим показателям, значит он неэффективен. Значит, соответственно, будут сделаны предупреждения, либо далее будут приняты какие-либо меры. Юридический отдел готовит для нас много усовершенствований нашей работы, что позволит беспрепятственно реализовывать новые проекты в каждой стране мира. И в 2023 году, это Евгений Кудряшов объявил, будет представлен новый внутренний проект от SkyWorld Community, которым SkyWorld Community пользуется. он был опробован, то есть пусконаладочные работы, тестовые испытания, ну там не совсем тестовые испытания, то есть реальные пользователи большие были привлечены. Он будет продемонстрирован, который мы длительное время готовили, улучшали, опробовали. У вас появится дополнительный инструмент проявления интереса у потенциального участника сообщества SkyWorld Community. И подытоживая, дорогие друзья, я хотел бы сказать, что на самом деле мы не просто участники какого-либо процесса, то, что мы говорим сейчас, например, по развитию рынка транспорта над землей. В первую очередь я хотел бы вам сказать, что мы формирующееся большое сообщество. Абсолютно сплоченное, абсолютно понимающее, куда двигаться, абсолютно подготовленное, абсолютно самообучаемое, абсолютно растущее, абсолютно выкристаллизовывающее тех лидеров и участников, которые развиваются лучше всего. И мы действительно вот те 300 спартанцев, которые в новом году смогут, смогут, дорогие друзья, сделать подарок, подарок нам всем. И я не исключаю, что не буду утверждать, вы знаете мою стратегию, логику, но мне хотелось бы, чтобы нам с вами в следующем году был предоставлен тот подарок, который мы ожидаем кто-то 7, кто-то 8 лет, кто-то вообще до краудинвестинга еще присоединился. Это вопрос уже финализации того проекта, который мы финансируем. Теоретически это абсолютно возможно. Практически зависит все от нас. И надевая вот такую вот уже праздничную шапку Санта-Клауса, я хотел бы вам пожелать, дорогие друзья, абсолютной и непревзойденной стойкости, стремления, проактивности, здоровья в первую очередь, чтобы ничто не смогло вас сломить, если вы действительно желаете развивать сообщество Skyworld Community в рамках поддержки той технологии транспортной инфраструктуры, которая может изменить навсегда рынок транспорта и логистики, да и вообще наш жизненный уклад. Низкий вам поклон за то, что вы все, каждый из вас в рамках своих усилий, предприняли в этом году. Мы подготовили все необходимое для того, чтобы в следующем году совершить мощнейший, сильнейший прыжок, возможно, который мы никогда не совершали. С наступающим вас Новым годом! И я желаю, чтобы только благополучие, только теплота была в ваших сердцах, в ваших домах, чтобы вас поддерживали ваши близкие в том начинании, которое вы выбрали. Каждый в своей части развивать. Ну а кто в полной части, мы уже поддержим, мы уже услышим, и мы уже выявим, как венчурная международная экосистема Skyworld Community. С наступающими вас праздниками! С Новым годом! Дорогие друзья, готов ответить на ваши вопросы. Так, обратный выкуп будет или сразу дивиденды? Что нам ждать? Я не стал бы говорить о конкретике по дивидендам. Кстати, мы готовим очень серьезную юридическую систему. Так, дорогие друзья, отвечу на все вопросы, которые написали. Может, такой итоговый вебинар. Ну и мне хочется действительно, внутренне хочется, чтобы… Ну вот, уверенность у вас осталась в завершении этого года, в том деле, которое мы с вами делаем. По обратному выкупу, я думаю, что все зависит от конкретных оплат и решения, решения Unisky Stream Technologies. По дивидендам не буду ничего утверждать. Мы сейчас адаптируем всю юридическую, ранее донесенную информацию. Согласуем ее с Unisky Stream Technologies, с PR-юридическим отделом, для того, чтобы уже отдельный спикер, кто у нас является экспертом юридической области, постоянно для вас транслировал эту информацию. Подумаем, в логике автовебинаров сделать, либо это будут отдельные сессии, допустим, раз в месяц. Так, в обучении интересная тема возрождения веры. С теми, кто давно зарегистрировался и не пошел дальше. Ольга, благодарю за вопрос. На самом деле будет не просто тема, это целая программа, которая будет реализована многими отделениями. Вы не представляете, как мы поставим на поток. Нам хотелось бы, чтобы все, кто приобрел когда-то даже минимальное количество долей, даже был такой момент, помните, дарили 100 подарочных долей просто так. Вот хочется до всех этих людей достучаться, и каждый руководитель отдела скажет, что было сделано, что планируется делать. Мы, как Sky World Community, как представители правления, скажем, что вообще ожидаем мы и максимально постараемся возвратить веру рядом мероприятия, рядом механик, чат-ботов, вовлечения. Мы научились это делать. Я могу сказать, что конверсия фактически близка к 70% тех, кто зарегистрировался, например, на конференцию «Миллион сердец». Мы не ожидали такой статистики, и, конечно же, это нам поможет в единой программе возрождения веры. Будет не просто обучение, будет целая программа, куда можно толпы людей, которые когда-то услышали об Sky World Community, об, может быть, других направлениях сейчас участвует Sky World Community, других структурах, которые поддерживали когда-то начинание Анатолия Эдуардовича Юницкого. Мы всех примем, всех направим на систему адаптации обучения, и максимально с помощью этой программы возродим веру. Когда выступление Юницкого Эдуардовича? Три дня до Нового года информации никакой. Благодарю за вопрос. Я тоже задавал этот вопрос. Будет выступление. После Нового года будет еще одно выступление с ответами на вопросы. Бустер – это про то, как мы транслируем о нашем сообществе. Благодарю за мнение. Алексей, про белую книгу, о которой вы говорили, что нельзя ее публиковать. А если это сделать целиком тезисно выжимками основных моментов, чтобы не раскрывать секретов? Здесь, Борис, неоднократно, я лично тоже спрашивал, пока напоровшись на те моменты, те эксцессы, которые происходили ранее с предоставлением информации, которая является в какой-то некой степени секретной, Юницкая Сирен Технология решила не публиковать даже части. Мы со своей стороны в логике SkyWorld Community будем формировать свою белую книгу. У нас своя история, у нас свои моменты по защите репутации. И в 2023 году наверняка нам придется формировать свою белую книгу. Но еще раз мы будем доносить эту информацию и постараемся, чтобы какие-то части все-таки Юницкая Сирен Технология предоставили. Так, еще вопросы? Так, про белую книгу Борис продублировал. Дорогие друзья, если у кого-то были вопросы, продублируйте, пожалуйста. Так, вопросов нет в вебинарной комнате. Давайте, кстати, заведем логику. В комментариях можно задавать вопросы, чтобы я их видел. Я в каждом вебинаре комментарии читаю и буду уже на следующем вебинаре все это публиковать. Дорогие друзья, вот вижу. Когда и где будут строить высокоскоростной транспорт, Руслан спрашивает Казубов. На самом деле сейчас процесс все так же длится, и страна конкретно для реализации неизвестна. Мне, по крайней мере. Все недовольны, что вы делаете в венчуре? Покупайте дивидендные бумаги на мировых площадках. Но мы не исключаем и не отрицаем того, что проект до сих пор венчурный. Граф инвест. Вода водяная, земля земляная, бла-бла-бла. Но если прямо водой вам кажутся те аргументы, те результаты, которые я показал в начале вебинара, то мне нечего сказать. Видящий да увидит, слышащий да услышит. Так. Так. Ну, кстати, показатель негативщиков у нас на этом вебинаре присутствовало немало в Ютубе. Я думаю, что в следующем году их будет еще больше. Благодарю, друзья. До скорых встреч. И в следующем году мы знаем, как вести себя с теми, кто будет, ну, прямо вот явно негативить, явно атаковывать, не скрывая своей личности. Всем счастливо. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. До скорых встреч в 2023. В 2023 он будет для нас еще более прорывным, чем 2022. Всем пока. С вами Алексей Суходовер. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова